История деревенских ярмарок, незабываемое путешествие с ветерком по узкоколейке и экологический туризм, о чем молчат безмолвные топи. Вдали от автомагистрали, в 30 километрах от административного центра Бижанецкого района, на берегу одноименного озера расположилась деревня Цевло. Типичный сельский пейзаж завораживает и успокаивает. Жизнь здесь течет настолько неторопливо, что заезжий путник может запросто потеряться во времени. И неудивительно, Цевло – деревня с древней историей, берущей начало в 15 веке. Гостеприимство местным жителям не занимать, всегда рады гостям. Впрочем, пока их не так много. Специально для нас открывают сельскую школу. Дети здесь больше не учатся, классы расформировали, слишком мало народу. Зато сохранился историко-краеведческий школьный музей. Первая экспозиция, конечно, посвящена быту жителей деревни. Школьная учительница Галина Егоровна увлеченно рассказывает сначала о помещиках-кореницынах, долгое время владевших местными землями, а затем о деревенских ярмарках, процветавших в Цевле в 19 веке. Местные кустари и в то же время прежде продавали буквально всё. Например, корзины, которые необходимы были. Вот эти из бересты. К примеру, те и другие. Из лучины. Вот в нашей местности такие маленькие корзинки, их называли набирками. Глиняные горшки, коромысла, маслобойки, лапти из лыка. В Цевле можно было купить всё – от баранок до лошадей. Но не только товарами славились местные ярмарки. Молодые девушки показывали себя, а женихи выбирали невест. И всё это под звуки русской гармони. Тот, кто умел играть, был первым парнем на деревне. Гармонь, балалайки, мандолины. У нас, наверное, традиция на территории Псковской области. Есть такое пение, называется «Скабарь». Значит, пели, могли кого-то высмеять, могли кому-то в любви признаться благодаря этим песням, могли под драку. Какой же праздник, да без драки. Это было характерно, наверное, не только для нашей местности, но и для всей территории России. От Креницыных местные земли отошли Корфом, а от них – Витебскому промышленнику. В годы Великой Отечественной мужчины ушли на войну. Многие не вернулись. Своевременное наступление наших солдат спасло деревню от участи соседних поселений, которые сожгли немцы. В советские годы в Цевле процветал колхоз. Переломный момент пришёлся на 60-е, когда геологи обнаружили в окрестных болотах залежи торфа. Сегодня о том времени, когда здесь велись разработки, напоминают лишь наполовину опустевшие многоэтажки, некогда построенные для работников торфа предприятия и сохранившаяся узкоколейная железная дорога. Здесь нас встречает коренной житель деревни Цевло и по совместительству местный экскурсовод Павел Иларионов. С перестройки в 90-е годы разработки закончились, а как бы железная дорога осталась без дела. Мы уже мотовозы по ней не ездили, торф не возили, но и местное население решило её приспособить под свои нужды. Всё-таки постепенно стали делать грязины. Тут простой восходовский мотор, затыковый мотор, но слабовато для таких условий, как у нас. По узкоколейке в прежние времена с болот вывозили торф, который широко использовали в качестве топлива. Сегодня здесь можно совершить увлекательнейшее путешествие в прошлое. Со скоростью не больше 30 км в час тележка мчится навстречу закату. Мимо проносятся леса и озёра. Удивительно то, что дрезина – детище самого Павла Иларионова. Необычный транспорт он собрал своими руками. Несколько раз переделывал, усовершенствовал и теперь возит туристов. На самодельной дрезине по узкоколейке ехать на болото. Но разве не экзотика, по крайней мере, для жителей мегаполиса уж точно? Павел, расскажите, ну а местные жители по этой дороге куда ездят? Местные жители в основном здесь ездят весной и осенью. Весной за клюквой, на рыбалку. Осенью тоже в основном за клюквой. Ягоды, грибы. Ну и осенью, в охотничий сезон открывается. Там очень богатое охотничье угодье. В конечной точке этого путешествия. Звенящая тишина. Так Павел Иларионов говорит о красоте окружающей природы. Что для туристов адреналин для местных жителей давно стало обыденным делом. Основной заработок людей – сбор и продажа клюквы. Так что с наступлением осени вся деревня отправляется на болото. Кто на дрезинах, кто в объезд на болотоходах. Стартуют в 8 утра, возвращаются после пяти. И так до первого снега. Старые трофяные карты давно заросли кустами и березами. А вот узкоколейку жители берегут и ремонтируют своими силами. Она буквально лежит в земле, аж полосе сгнили. Ну вот ездим, ездим. Начнется расширение, дрезина соскакивает. Мы начинаем шпалы подбивать, ремонтировать, как можем местными средствами. За счет так она существует. Но если бы ее не поддерживали, кто дрезинами владеет, кто бы они ездит, она бы уже давно кустами заросла, травою. Она бы просто землей бы заросла. Ее уже можно было не увидеть на местном пейзаже, что здесь есть железная дорога. Лишь благодаря умелым рукам и увлеченности, таких как Павел, сегодня по-прежнему возможно совершить это захватывающее путешествие. Только бы сохранить дорогу, с надеждой в голосе говорит наш проводник и изобретатель. Тележку мотает из стороны в сторону. Узкоколейку не щадит ни время, ни бобры, делающие подкопы по берегам болот, разрушая почву под путями. Но когда сидишь в небольшой кабине самодельной дрезины, и она везет тебя навстречу чему-то волшебному и неизведанному, почему-то веришь, все обязательно будет хорошо. Стартовав из деревни Цевло, вездеход на огромных колесах с легкостью преодолевает грязевые ямы и глубокие канавы. Назвать этот путь дорогой язык не поворачивается, но оно и понятно. Ведь мы направляемся в заповедное место, труднодоступное для любого, даже самого экстремального путешественника. Автомобиль подлетает на кочках, накриняется то на один бок, то на другой. И это только начало. Впереди прекрасный и таинственный мир бескрайних болот. 10 километров по бездорожью, и вот мы на границе охранной зоны. Впереди лежит Полистовский заповедник. И именно здесь начинается экологическая тропа, Плавницкое болото. Дальше ехать невозможно, только пешком. Сейчас мы находимся на краю самой большой в Европе болотной системы – Полистово-Ловацкой. Надежда, расскажите, какой путь нам предстоит преодолеть? Сейчас мы с вами пройдем по экологической тропе Плавницкое болото. Ее маршрут составляет 4,5 километра. На ней есть основные точки, там мы будем останавливаться. И я вам буду рассказывать про особенности болотной системы. Экологический маршрут начинается в лесу. В теплую летнюю погоду тропинки сухие, идти удобно, даже приятно. Вокруг много грибов, съедобных и ядовитых. Собирать нельзя ни те, ни другие. Заповедник живет по строгим законам природы. Здесь даже поваленные деревья не убирают. Такие правила. Все должно происходить своим естественным чередом. Например, эта береза неминуемо погибнет лет через 15. Виной тому чага, многолетний гриб, споры которого попадают в трещины на деревьях. Считается, что чудодейственный настой употребляли викинги, после чего бесстрашно шли в бой. А Александр Солженицын описывает лекарственные свойства чаги в своем романе «Раковый корпус». Мы с вами идем по вторичному лесу. Обратите внимание, основные породы здесь березы и осины. Они здесь были не всегда. Раньше здесь были хвойно-раковые леса. Но с приходом поселения людей, леса стали вырубаться. Площади использовались под сенокосы. И когда люди ушли на таких площадях, первые, кто поселяется, это березы и осины. Вот они здесь появились. Со временем здесь произойдет смена леса на первичный лес. Здесь снова будут еловырши жаколистые. Вот этот пучок веток называется ведьмина метла. В старину люди не могли объяснить, что это такое, и считали, что это ведьмы выращивают себе метла на деревьях. Это у нас маленький экземпляр. Они бывают большие и достигают иногда полутора метра в диаметре. Попадают микробы в почки деревьев и происходят мутации. Веточки начинают расти в разные стороны. На нашем пути несколько смотровых площадок. Вот одна из них. Отсюда открывается чудесный вид на долину реки Плавница. Она, собственно, и дала название экологической тропе Плавницкое болото. Сама река протекает вон там, вдали, а по весне вода поднимается, затапливает заливные луга и доходит до самого леса. Летом здесь цветет много ириса. Как нам рассказали, он стал негласным символом экологической тропы. Лес заканчивается, и мы с нашим экскурсоводом Надеждой Захаровой выходим на болото. Идти по-прежнему комфортно. В Полистовском заповеднике для удобства туристов проложены деревянные настилы. Здесь встречаются низинные болота. Они питаются грунтовыми водами. Переходные, смешанный тип питания и верховые питаются за счет осадков. Определить, какое именно перед вами болото, можно по растительности. Вот, например, здесь это низинное болото. Растительность здесь более густая, потому что питания очень много. Там, где появляется моксфагнум, там уже переходное болото. И дальше мы с вами пройдем уже на верховое. Можно будет посмотреть, чем они отличаются растительностью. Все три типа болот представлены? Да, на этой тропе можно всех посмотреть. Вот это совершенно уникальное растение, не имеющее корней, мохсфагнум. Собственно, там, где он вырастает и образуется болото. Сфагнум, как губка, впитывает большое количество воды. Его верхняя часть нарастает, а нижняя отмирает и откладывается в виде торфа. Так сфагнум становится главным растением на любом болоте. Здесь, в Полистовском заповеднике, насчитывается 22 вида этого мха. И вот еще интересный факт. Сфагновый торф используется в качестве ароматизатора шотландского виски. Полистово-Лаватской болотной системе около 11 тысяч лет. Но формироваться она начала значительно раньше, с таянием ледника, 25 тысяч лет назад. Тогда здесь образовалось несколько озер, которые затем стали зарастать и превращаться в болото. Со временем 15 болотных массивов слились между собой в огромную единую систему. Мы с вами находимся возле Минерального острова. Это нескрытый участок минерального дна. Также можно здесь посмотреть, как выглядят болотные озера. Они, как колодцы, не имеют плавного берега, только крутые берега. А также можно здесь посмотреть реки, как выглядят болотные. Они есть открытые русла, есть подмаховые. Их еще называют трубами. Проходя все дальше, не перестаем восхищаться нетронутой природой. Такой разной и такой удивительной. В ветках можжевельника затаилось гнездо какой-то птицы. А на стволе дерева, если приглядеться, можно заметить следы звериных когтей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну вот, поднялись на 9-метровую смотровую вышку. Это примерно половина пути. Именно в этом месте ее установили не случайно. Отсюда открывается вид на бескрайние верховые болота. Стоя здесь, можно наблюдать не только уникальный ландшафт этого места. Но и если приглядеться, можно обнаружить многочисленные звериные тропы. А если повезет, даже может посчастливиться увидеть кого-то из местных обитателей. Например, лоси или медведя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Там, вдали, вы можете увидеть острова. И все они обозначены у нас на схеме. Вот можно посмотреть, как они называются и сколько километров до них расстояния. Вот, например, самый дальний остров, высокий. Вы видите его на горизонте. До него 11,6 километров. А на самом деле там болото не заканчивается. Оно еще далеко и далеко продолжается. В старину на островах жили люди. Их называли маховиками. Ведь вокруг не было ничего, кроме мха и болот. Сегодня здесь встречаются любопытные растения. Например, плаун. Народное поверье гласит, что если девушка зашьет его себе в платье, то у нее появится много женихов. На самом болоте попадаются даже хищные представители местной флоры. Удивительным зрелищем, особенно при ближайшем рассмотрении, может стать росянка – насекомоядное, плотоядное растение. Ее листья вырабатывают клейкое вещество, которое парализует добычу, а затем переваривает ее в течение нескольких дней. В Полистовском заповеднике интересно на самом деле все. Но вот в этом месте начинается, пожалуй, самая долгожданная часть маршрута. Вот на деле болотоступы отправились гулять прямиком по болоту, не боясь провалиться. Это место называется Вахтовая топь. Отсюда питается река Плавница. Сейчас под моими ногами вода, перемешанная с торфом. Ступать на самом деле очень мягко. Недаром многие говорят, что болото здесь дышат. Верхняя часть болота нарастает подобно куполу, образуя мягкий разноцветный ковер. Утонуть здесь практически нереально из-за неплотной залежи торфа. А вот утолить жажду можно. Вода на верховом болоте чистая, дезинфицированная, практически дистиллированная, благодаря антибактериальным и противогрибковым свойствам махосфагнума. При этом сложно себе представить, но в мире существуют болота, вода в которых кислее лимонного сока. Из-за особенности почвы сосны на болоте растут медленно. Их корни не уходят вглубь, а стелятся поверху, под слоем мха. Хорошо чувствуют себя на полистовье и карликовые березы. Это заключительная остановка на маршруте, лежащем через болото. Сотрудники заповедника называют ее точкой краски и звуки. Гостям предлагают присесть здесь на пару минут, отдохнуть, сделать фото на память. И, конечно, еще раз напоследок полюбоваться окружающей природой. Финальная часть пути проходит через Черноальшанник, так называемые русские мангры. Интересно, что на территории Псковской области Черная Ольха встречается редко. А здесь, по берегам болот, она чувствует себя вполне комфортно. По весне болото разливается, подмывая корни так, что деревья остаются на мини-островках. Разливается и река Плавница. Она берет начало здесь, на болотах. Протекает через озера Полиста, Ильмень, Ладогу. А затем, пронеся свои воды через Балтийское море, впадает в Атлантику. От болот до океана так и называется еще одно незабываемое познавательное путешествие, которое можно совершить, посетив Полистовский природный заповедник. Захватывающие экологические маршруты и бескрайние просторы экосистем Псковского края вряд ли оставят равнодушными даже самых искушенных исследователей и искателей приключений. Субтитры создавал DimaTorzok